Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем строить мир, пытаемся учить Тору, чтобы Всевышний подарил окончание этой войны страшной. Мы строим храм, строим мир. Написано, что нагрудник первосвященника будет двойной, длиной 5, шириной 5. Написано, что нужно вложить в этот карман урим витумим. Что это такое, до нас не зашло. Маше нам это не расписал. Мы знаем, что работает это как компьютер. Когда нужно решение глобальное для народа, то царь обращается к первосвященнику и спрашивает решение урим пред Богом. Маше не нуждался в этом действии, потому что он напрямую разговаривал со Всевышним, потому что не было пророка подобного Маше. И поэтому мы мало о нем знаем. Но он сказал, что Егошево будет обращаться к Элязару Коину, Элязар Коин будет обращаться к Урим, и Урим будет давать ответы глобальные. Урим заставит светиться нагрудник первосвященника. На нем есть 22 буквы святого языка. И он будет складывать эти буквы, и будет получать ответ. Глобальные вещи, или идти на войну, или не идти на войну, будет ответ. Идти или не идти. Вот такие вот вещи глобальные спрашивают у Урим витумим. Почему в главе Пенхаз написано, что Элязар будет спрашивать решение урим пред Богом? И где же витумим делся? Медраж переводит. Урим это вынести приговор. Витумим скрепить его печатью, привести в исполнение. То есть если приговор уже вынесен и скреплен печатью, то поменять уже его нельзя. Но мы же знаем, что Маше, какие бы ни были приговоры Всевышнего, он всегда выпрашивал прощения и спасал народ. И всегда ему это удавалось. Под горой просит, он 40 дней просит Всевышнего, чтобы пожалел за этот грех, который мы сотворили, этого тельца. И других много у нас случаев, где Маше выпрашивал прощения для народа. Егошева, как мы видим, он уже не обладает такой святостью, потому что, когда он разговаривает с ангелом, он полностью подчиняется. Все, что ты скажешь, я выполню. А Маше, когда говорил Всевышний, что даст ангела и пойдет с нами, то Маше говорит, в чем же проявится твое имя, если ты сам с нами не пойдешь. Ангел не просит наших ошибок, он автомат. Сделал хорошо, получил хорошо, нет, все. И получается, что Егошева не мог справиться с такой вещью. Тогда Всевышний взял и витумим не написал. То есть, уже решение урим. То есть, Егошева спрашивает у Всевышнего. Всевышний отвечает, какой бы строгий приговор ни был, но печатью не скрепляет, витумим нет. И тогда Егошева тоже может выпросить, так же, как и Маше, прощения для народа. Вот так. Всевышний видит по уровню человека, насколько Он может спасти свой народ. Хватит ли у Него на это силы молитвы. И Он по силе человека делает возможность спасти еврейский народ. Вот так. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, Павел бен Ефим, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Борис бен Мария, Светлана бад Клара, Анна бад Ривка, Полина Пер бад Соня Сура, Жанна бад Ида, Лена бад Клара, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бад Ита, Исхак Шимон бен Бейла Мотел, Фира бад Анна, За хороший шедух Арон Ария бен Двойра и Днис бен Нахум, Всем всего самого наилучшего, Ставьте лайки, Подписывайтесь на канал, Мы должны победить, Чтоб война в мире закончилась, Чтоб Всевышний ее прекратил, Всем всего самого наилучшего, До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok